всем здорово вот хочу еще такой видосик записать небольшой о том о сем и размышлениях купил квасу кстати смотрите муф отдельный никак не муфа это как он называется еда человека не буду делать купил по супер цене квас челнинский челнинский квас за 30 рублей полтора литра в общем вполне себе вкусный нормальный квас вода сахар дрожжи концентрат квасного сусла ржаная мука ржаной ячменный солод все в принципе больше ничего нет поэтому мало ли увидите там по супер цене там еще где-то челнинский квас можно пить по крайней мере он стоит своих небольших денег вот совсем недавно только мне приезжал друг из москвы учились с ним вместе постоянно ходили там что-то веселились вместе тусили у него на квартире там или еще где-нибудь и вот мы решили встретиться друзьями с учебы с ним с еще с одним товарищем еще одного позвали но он не заработал почему-то у него не получилось вот и во вторник прекрасно посидели мы в заведении часов до 11 до 12 наверное потом пошли к нему домой ну сняли квартиру посидели там еще часов до двух базарили ездили к универу там около универа я еще думаю блин зачем фотик забыл так то бы снял свой универ я учился где я работал когда-то охранником в общем такие интересные воспоминания и вот тоже мы так интересно с ними со всеми у меня уже семья у меня уже мелкие здоровенькие такие они еще до сих пор веселятся рассказывали они о своей жизни я своей это я лично уже наверное вместо 5 работы поменял они были уявлены оба работают как они ушли с универа на один вот в москву уехал долго искал себе работу в итоге устроился на 25 что ли тысяч рублей сейчас уже практически 70 получает 80 то есть прекрасно живет вот и все работает на одном и том же месте и другой на одном и том же месте вот так пообщались поделились кто чем занимается и знаете что я хочу сказать несмотря на то что вообще мы нисколько не изменились и люди люди практически меняются как говорится у достоевского круто написано вот может быть сейчас это будет не в тему что человек как вино плохой человек киснет хороший только созревает с годами вот ну и еще и друзья они как-то вот смотришь на друзей вроде мы три года с ними не виделись и вот нисколько не поменялись потому что последний раз где-то он уже жил в москве и этот товарищ уже работал на своей работе мы встречались наверно года три назад тоже общались о том о сём вот и вот три года спустя вдруг снова встретились очень были рады друг друга видеть и вообще нисколько не поменялись вот одни и те же люди просто которые там года четыре пять я уж не помню четыре года после универа живу какой-то своей самостоятельной жизнью совершенно разрознен но мы вообще нисколько не изменились мы ржали в принципе над ними теми же приколами вспоминая какие-то старые вещи и понимали что сейчас в принципе интересы примерно вектор интересов у каждого остался такой же вот вспоминали бывших с этих одногруппников одногруппниц там каких-то знакомых про то просила в общем здорово поразмышляли папа поговорили и что вот я еще хочу сказать у нас есть общий друг с которым мы тоже раньше все время встречались он тоже поехал в москву вот не учиться он пытался этим что-то поступить в общем он там жить просто стал вот и как оказалось он в общем он в путешествии он автостопом съездил до байкала он полтора на полтора года уехал путешествовать по миру причем не потому что он буржуй у него куча денег а он что-то там год проработал каким-то продавцом что-то скопил и поехал по разным странам вписываясь там знаете всякие сайты бывают где можно договориться о том что тебе бесплатно впишут вот еда у него соответственно по минимуму как-то он сам там делает какие-то визы или не знаю в общем какими-то самыми дешевыми чуть ли не своим своим ходом сам по себе путешествует по миру полтора года и я вот подумал люди люди работают работают целый год и причем это нужно более-менее чем на такой ну более-менее денежной работе работать либо там не знаю пыжиться и пытаться там в кредиты залазить чтобы взять и раз в году поехать какую-нибудь сраную турцию или вонючий египет там недели на две или на неделю потом выпендриваться показывать это все где-то в контакте выставлять фотографии там еще что-то и целый год трудиться и еще я говорю взять кредит на ради этого а человек просто взял и поехал человек взял и поехал на полтора года путешествовать зачем мы живем затем затем чтобы просто-напросто наслаждаться этой жизнью затем чтобы радоваться и затем чтобы каждый день у тебя был новым и что-то чувствовать что-то понимать открывать что-то и как ни в путешествиях где как ни в путешествиях это лучше всего удается почувствовать понять и взять вот это от жизни его человек просто взял и поехал взял и поехал путешествовать вот ему реально по-настоящему завидую это здорово это здорово путешествовать и жить жить вот на этой планете жить в этом мире а не зацикливаться на какой-то ненужной работе никому и в первую очередь тебе ненужной работе каких-то какой-то суете каких-то мелочных делишках вот в принципе пожалуй все о чем-то хотел рассказать о том как мы встретились в общем шикарно посидели отлично пообщались и вообще прекрасный класс ладно всем пока всего хорошего давайте там подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях кто бы чего хотел услышать я пытаюсь сделать какие-то ответы на вопросы может быть к рассказать о каких-то темах просто на некоторые темы нужно сформулировать именно нужные мысли именно нужные мысли в нужное время должны прийти в голову потому что вот я еду куда-нибудь размышляю о чем-то и прямо такие нужные и точные слова получается найти на какие-то определенные темы а потом пока приедешь пока то да все забывая что хотел сказать и понимая что вот так хотелось что-то очень нужное и очень точное сказать по какой-то теме но ты уже не помнишь и только потом когда вдруг снова нахлынувает что-то на тебя такое и опять что-то такое в голове по ним небольшое прозрение на какую-то тему я появляется не всегда есть подругой камеры не всегда есть возможность просто взять начать снимать и записывать куплю себе гу проху буду с гу прохой все время ходить и писать ладно всем пока всего хорошего